Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о самых главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Елена Кивенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Подозревают в тяжком преступлении. Суд арестовал 28-летнего гражданина Киргизии за изнасилование школьницы. Вор-неудачник снова задержан. Полицейские поймали уголовника по кличке Ташкент прямо на месте преступления. Суд Московского района Калининграда арестовал подозреваемого в изнасиловании школьницы. По версии следствия, 28-летний гражданин Киргизии надругался над 13-летней девочкой, когда подвозил ее домой по просьбе ее матери. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия для установления истины. Подозреваемого даже тестируют на детекторе лжи. О результатах смотрите в нашем следующем сюжете. 28-летнего гражданина Киргизии выводят из зала суда под конвоем. Только что судья вынес постановление об аресте молодого человека. Содержаться в следственном изоляторе жил Тисбека Пумбеков будет до февраля следующего года. За это время следователям надо собрать дополнительные доказательства его вины или наоборот невиновности. Приезжие из Средней Азии подозревают в тяжком преступлении, изнасиловании несовершеннолетней. 9 декабря 2013 года в следственный отдел по Московскому району обратилась гражданка с заявлением о том, что ее малолетняя дочь 2000 года рождения была изнасилована ранее ей гражданке, знакомым, коллегой по работе. В ходе проведения достоинственной проверки информация, изложенная в заявлении, подтвердилась. В результате чего 9 числа данного месяца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено пунктом Б, части 4 статистов 131, изнасилование малолетней с применением насилия. И сегодня, 11 декабря 2013 года, по ходатайству следствия Московским районным судом города Калининграда был взят под стражу подозреваемый 28-летний житель Кыргызстана. Жил Тисбека Пумбеков прожил в России уже несколько лет, правда до сих пор не оформил регистрацию. Все это время молодой человек не работал, правда жил хорошо. Гражданин Кыргызии вступил в отношения с женщиной намного старше его. Состоятельная сожительница давала ему деньги и ездила с ним в путешествия. Преступление, в котором подозревают жил Тисбека, произошло в отношении 13-летней школьницы, дочки сотрудницы магазина, в котором подруга гражданина Кыргызии работает директором. За что вы задержали? Просто. Просто? В чем подозревает? Нет, сейчас машина приедет, надо что делать, а вы идете. Как утверждает потерпевшая школьница, Жил Тисбек подвез ее на престижном Мерседесе, который, как выяснилось, дала ему покататься его состоятельная сожительница. Девочка села в салон иномарки, даже не подозревая, что знакомый парень может на нее напасть. По версии следствия, вместо дома водитель повез девочку на берег Калининградского залива, в район Голубых озер, и там на заднем сидении автомобиля ее изнасиловал. Сначала девочка боялась рассказывать матери о случившемся, но после визита к гинекологу все вскрылось. Искали гражданина Кыргызии долго, целый месяц. Молодой человек скрывался, но благодаря работе оперативников его все-таки удалось задержать. Следствие продолжается. Дарья Веклич, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. В Калининграде полиция задержала вора-рецидивиста, который больше половины своей жизни провел в тюрьме. За это время 45-летний мужчина, казалось бы, должен был отучиться воровать, но, как выяснили полицейские, так и не смог этого сделать. Каждый раз, когда он выходил из колонии, он совершал преступление и возвращался обратно за решетку, не пробыв на свободе и пары дней. В офисе строительной фирмы работает следственно-оперативная группа. Помещение перевернуто так, как будто на организацию совершила налет бандитская группа. Однако, как уверены полицейские, все это дело рук одного человека. Вора по кличке Ташкент задержали прямо на месте преступления. Мужчина взломал банкомат и уже собирался сбежать. Но на выходе его встретили инспекторы ГИБДД, которые оказались на месте уже через пару минут после вызова. Сигнал о том, что в здание ородуют воры, поступил после того, как Ташкент вскрыл аппарат, находящийся под сигнализацией. Вячеслав, вы расскажите, пожалуйста. Уйдите спокойно. Уйдите. Свою кличку Ташкент мужчина получил за то, что родился в Узбекистане. Криминальную карьеру рецидивист, начал еще в подростковом возрасте. С тех пор он не вылезает из тюрьмы. Я из УВД. Вставайте. Да, я знаю, откуда вы. Что такое? Спокойтесь. Снимайте. В основном сроки заключения Ташкент получил за совершение краш. Правда, с годами квалификация взломщика наоборот падала. Нет, вор не разучился вскрывать замки и проникать в закрытые помещения. С этим у Ташкента все в порядке. А вот за своевременным уходом с места преступления у него проблемы. Каждый раз мужчину ловят прямо возле взломанных банкоматов. За совершение кражи со взломом Ташкент угрозит очередной срок. Перспектива вновь оказаться в местах не столь отдаленных повергла задержанного в такое уныние, что он даже расплакался. Ведь на свободе мужчина пробыл всего сутки. Кристина Булыцина, Анна Николаевич. Специально для места происшествия. Полиция задержала фонарных воров. Молодые люди тащили не то, что плохо лежало, а то, что хорошо висело. По какой-то неизвестной причине калининградцам понадобились декоративные фонари, установленные для красоты возле магазина. За занятием по снятию украшений их заметили полицейские и задержали. У злоумышленников стражи порядка обнаружили снятые с витрин фонарики. Сейчас в полиции проводят проверку. А сейчас внимание на экран. Наш эфир продолжает постоянная рубрика «Розыск». Полиции по городу Калининграду разыскивается скрывшийся от суда Громов Константин Анатольевич, 1977 года рождения. Уроженец города Калининграда, проживающий по адресу город Калининград, улица Машиностроительная, обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и кражу. Обвиняется в совершении умышленного причинения вреда здоровью и кражу. Приметы разыскиваемого. Возраст на вид 35 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карии. Особые приметы. На левой лопатке имеется татуировка в виде скорпиона. Всех располагающих информации о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам, номера которых вы видите на своих экранах или 02. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова